Возможно, кто-то из вас хотел бы увидеть сейчас обзор на сенсорную реинкарнацию культовой модели Razer. Нет, к сожалению, это не она, хотя ходят слухи, что с развитием сгибаемых технологий дисплеев американцы выпустят продолжение своего самого культового мобильника. А сегодня у нас вполне стандартный, но от этого не менее стильный моноблок. Всем привет, меня зовут Гарольд, это обзор на Motorola Moto G7. Начнем по традиции с распаковки. Нас встречает вот такая коробка приятного ярко-зеленого цвета, внутри которой находится наш красавец. Вот он, Moto G7. В глаза сразу бросаются рамки вокруг дисплея. Во времена безрамочных смартфонов это скорее минус, но если говорить на чистоту, они смотрятся здесь органично, не раздражают. Вверху расположился каплевидный вырез под фронталку на 8 мегапикселей. Внизу аккуратная надпись Motorola. Задняя панель выполнена из закаленного стекла в темных, почти черных тонах. На ней находятся два симметричных круга. В тот, что побольше и повыше, вписали две камеры. В маленьком сканер отпечатка пальцев с буквой M. Да, логомания сейчас в моде. К слову, расположен он удобно, нащупать указательным пальцем его можно легко и просто. Стоит отметить, что Moto G7 не выглядит слишком брутально. На мой взгляд, он вполне подойдет и мужчинам, и женщинам. В подоле все стандартно. У нас здесь динамик, разъем USB Type-C и 3,5 мм для наушников. Справа качельки, которые регулируют громкость, и кнопка включения. В общем, вы все это знаете и без меня. Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что слот для сим-карт находится сверху. Безусловным преимуществом Moto G7 является дисплей с впечатляющим разрешением 2270 на 1080 точек и диагональю 6,2 дюйма. И это при не самых маленьких рамках. Также в плюсы занесу специальное защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, из которого дисплей выполнен. И нестандартное соотношение сторон 19 на 9. Спросите почему? Чтобы было удобнее играть. И раз уж мы заговорили об играх, давайте перейдем к производительности смартфона. Да, Motorola не стала использовать топовый Snapdragon, но 632 на Android 9.0 Pie вполне хватает для повседневных задач и большинства игр. При этом для своего ценового сегмента у Motorola 4 гигабайта оперативки, что безусловно спасает ситуацию, а также 64 гигабайта внутренней памяти с возможностью расширения до 512 гигов за счет microSD. В общем, начинка меня порадовала, без всяких оговорок. В 2К19 очень важно, чтобы твой смартфон, помимо всего прочего, делал качественные, классные фотографии. И с этим у Motorola все в полном порядке. Основной сдвоенный модуль на 12,5 мегапикселей делает фотографии вот такого качества. Также разработчики предусмотрели несколько интересных режимов. Например, если включить снимограф, то можно добавить движение в вашу фотографию. А если захотите, то сможете выделить части снимка цветом, а остальное сделать черно-белым. В общем, поиграться есть чем. Если вы фанат селфи, то вы тоже не будете разочарованы. Здесь стоит интеллектуальное размытие фона, который работает исправно. Ни лицо, ни контур головы не захватывает. Видео Moto G7 снимает по-умному в разрешении 4К, но основной акцент решили сделать на съемку в замедленном времени. Тут вы можете выбрать необходимую вам скорость, а технология Hyperlapse сделает картинку более плавной. Но это на тот случай, если вы спотыкнулись или резко повернулись. Из прикольных фишек, которые выделяют этот смартфон на фоне конкурентов, модуль NFC. Спасибо, что не пожадничали и запилили его. А еще FM-приемник. Да, вы не ослышались, в Moto G7 он есть. Ретроградно, но прикольно. Также отмечу очень крутую функцию управления при помощи жестов. Больше не нужно искать необходимое приложение в меню. Смотрите, как это просто и удобно. Например, чтобы включить или выключить фонарик, я делаю вот так. А чтобы включить камеру, вот так. Ну и последнее, но не менее важное. Аккумулятор. Здесь стоит стандартный на 3000 мАч. Его хватает на день, но не более. Поэтому при активном использовании не забудьте взять с собой быструю зарядку на 15 Вт. Она, кстати, идет в комплекте. Вот за это отдельное спасибо. Не зажали. Для быстрого восполнения заряда разработчики Motorola использовали технологию Turbo Power. С ее помощью Moto G7 за 15 минут накопит себе столько энергии, что хватит еще часов на 9. Подводя итоги, можно сказать, что создатели Moto G7 молодцы. Они создали качественный смартфон, который при огромной конкуренции на рынке совершенно точно найдет своего покупателя. Из недостатков разве что рамки и не самый емкий аккумулятор. Но зато плюсов целый вагон. На этом у нас сегодня все. Спасибо, что смотрите. Нас актуальная цена, как всегда, в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Гарольд. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok